Вечером 12 апреля ВСУ нанесли по Токмаку удар из реактивных систем залпового огня. Частично разрушены 5 жилых домов, в том числе один частный. В результате удара погибли 11 человек и 20 получили ранения, двое считаются пропавшими без вести. Впервые в ВСУ были применены снаряды GLS-DB для атаки по Токмаку. Эти снаряды разработаны НАТО, хотя не стоят на вооружении США. Такие снаряды запускаются из системы HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group. Об этом сообщает ТАСС в оперативных службах. Впервые ее испытывали в 2015 году, а во время тестов она показала большую точность. На дальностях 70 до 130 км отклонение от точки прицеливания у GLS-DB не превышало 1 метра. Представители оперативных служб уточнили, что выводы о применении данных снарядов были сделаны на основании найденных на месте удара осколков. Ground Launched Small Diameter Bomb – GLS-DB – бомба малого диаметра наземного запуска. Это реактивно планирующий управляемый снаряд. По сути, это авиабомба СДБ, модифицированная двумя дополнительными устройствами – блоком планирования с раздвижными крыльями и отдельным ракетным двигателем от реактивных систем залпового огня. У американцев остались большие запасы бомб СДБ после завершения боевых действий в Ираке и в Афганистане. Именно поэтому США могут сравнительно быстро и дешево изготовить большое количество GLS-DB для поставок на Украину. А украинские военные могут их использовать не только в зоне боевых действий, но и для ударов по гражданским объектам и городам Российской Федерации.